В Юже слушается резонансное уголовное дело. Ивановский журналист Андрей Евгеньев, которого суд приговорил к трем годам заключения за хранение наркотиков, просит об условно-досрочном освобождении. Ходотайство Абудо молодой человек подает уже во второй раз. Сам осужденный вины не признает. Неужели вы считаете, что я действительно нуждаюсь в полном отбывании наказания, чтобы мне в чем-то исправиться? В чем? В том, что я с первых моих показаний говорю только правду по сфабрикованному против меня делу, что всеми силами я, мои родные, близкие и коллеги, бьемся за мою невиновность и доказательство преступных действий сотрудников правоохранительных органов. В этом я должен исправиться. И внезапно с Арнацией рассказаться во всем, чего не совершал, только бы мне выйти поскорее. Нет. В заседании Евгеньев участвовал по видеосвязи из колонии в Талицах. На слушании он отказался от адвоката и принял решение защищать себя самостоятельно. Молодой человек уже неоднократно обжаловал решение судебных инстанций. Утверждал, что наркотики ему подбросили полицейские, которые задержали его в Москве у выхода из метро. Несмотря на то, что срок подходит к концу через два месяца, журналист не оставляет попытки восстановить справедливость. Уважаемый суд, из трех лет лишения свободы я более половины срока провел не в колонии общего режима, как указано в приговоре, а в условиях СИЗО, которые приравниваются к наиболее суровому, крытому режиму, то есть ЕППТ, единых помещений гаммерного типа. При принятии решения об условно-досрочном освобождении суд учитывает многие факторы. Это и трудовая деятельность заключенного, и наличие дисциплинарных взысканий и благодарностей характеристики сотрудников колонии. Последние полгода Евгеньев в колонии не работал, получил еще в СИЗО несколько взысканий, в частности за незаправленную постель. УФСИН прошение журналиста не поддержало. Прокурор попросил суд оставить меру пресечения без изменений. На мой взгляд, они не стоят на стороне закона. Для них закон – ничто. Для них главное – посадить человека и не выпустить. Для них неважно, для каждого из них не важна судьба человека. Они не понимают горе и слезы матерей. По словам матери осужденного, на прошлом заседании в деле не было такого количества взысканий, а причины, по которым ФСИН и прокуратура просят оставить ее сына за решеткой, называют смехотворными. Да и доверия к Фемиде ни у самого Евгеньева, ни у его родных нет. После двухчасового перерыва судья Беляева огласила свое решение. Ссылка осужденного на стабильность его поведения в исправительном учреждении как основание для удовлетворения ходатайства несостоятельна, поскольку соблюдение установленного порядка отбывания наказания согласно статье 11 Уголовно-Исполнительного кодекса Российской Федерации является обязанностью осужденного и сама по себе не может расцениваться как безусловное достаточное основание для условно-досрочного освобождения. На основании изложено руководство статьями 397 и 399, как РФ суд постановил в удовлетворении ходатайства осужденного Евгеньева Андрея Анатольевича об условном досрочном освобождении от отбывания наказания отказать. Кроме этого суд разъясняет вам, что в течение трех дней вы вправе знакомиться с катаколом судебного заседания, в течение трех суток, со днями его подписания, подать замечание на его неполноту или неточность. Данное право тоже понятно? Да, так же, как и его бессмысленность, уважаемый суд. Браво! Браво! Бог им судья! Мы все равно и победим! Но если комментировать сегодняшнее заседание суда, конечно, оно такое же абсурдное, как и было решение Хорошевского районного суда, когда Дмитрий Зиняков вынес свой приговор. Я просто хочу вернуться к этому времени, почти трехлетней давности, когда после того, как завершился заседание Хорошевского суда, я потом общалась с секретарем суда. Молодая девушка, и я у нее спросила, ну вы же были на всех заседаниях суда, вы же, вы поняли, что мой сын ни в чем не виноват, что было дело сфабриковано против него? Она так, опустив глаза, сказала, да, я поняла, что он не виноват. Но вы поймите тоже и Дмитрия Николаевича, то есть Зинякова, судью этого, потому что он человек системы. И сегодня уже сколько раз мы прошли эти заседания суда, и сегодня тоже присутствие здесь, в Южском районном суде, судья сейчас, Беляева Оксана, выносила тоже свой неправедный, на мой взгляд, абсолютно неправедный приговор. Андрей Евгеньева поддерживают федеральные и региональные СМИ. Сейчас осужденный направил свое дело в Европейский суд. На справедливость в родной стране журналист не рассчитывает. Максим Серебряков, РТВ Иванова, Южа.